Всем добрый день! Меня зовут Ольга. Я хозяйка отеля Вилла Мики в Бордегере. Хочу немножко рассказать, как я стала хозяйкой отеля. Произошло всё очень случайно. План был совершенно другой. Искали возможности инвестиции в Италии, в этом районе. И в итоге нам предложили этот отель. И я подумала, почему бы и не попробовать, потому что, мне кажется, больше половины людей, уже ближе к какому-то пенсионному возрасту, вот печатают. Хорошо бы иметь маленький какой-то такой, даже малюсенький такой отель, курорт на месте, на берегу моря. И вести такую вольготную, спокойную жизнь среди гостей, среди приятной природы. В общем, вот удалось. Отели Вилла Мики существуют уже 6 лет. В этом году мы отпраздновали день рождения. И хочу сказать, что я очень сильно отличаюсь от других отелей в нашем районе. Это отмечают все гости, начиная от момента бронирования, когда начинают смотреть мой сайт. И все понимают, что такой детальной информации, таких подробных фотографий, виртуального 3D-тура по отелю нет ни у кого в нашем районе. И у меня самый высокий балл по качеству на портале booking.com. Этот балл, я хочу всем сказать, что это не может быть неправдой, потому что только гости, которые пожили в отеле, забронировали через booking и пожили в отеле, только они могут оставить свою оценку и свою рецензию. Никто другой этого сделать не может, ничего корректировать невозможно. Поэтому самые достоверные рецензии и отзывы, и баллы гостей – это именно на booking. У меня этот балл больше 9, держится уже все 6 лет. И такого нет ни у одного отеля в нашем районе. Отель Villa Miki – это отель 3 звезды. И прошу не путать с качеством, опять-таки, потому что 3 звезды – это набор услуг, набор сервисов, которые отель оказывает. У трех связочных отелей не обязательно бассейн, не обязательно 24-часовой сервис на ресепшн, не обязательно консьержи. То есть у меня вот этих вещей их нет, но гости все отмечают, что, в принципе, все необходимое для комфортного отдыха в отеле есть. В отеле комнаты современные, очень удобные. И очень многие говорят, что комнаты даже лучше, чем во многих пятизвездниках, в которых люди бывали. Вот, завтраки очень хорошие, которые тоже, так скажем, отличают меня от многих других. И у меня система завтраков без буфета по заказу гостей и обслуживание, как в ресторане. Многим это очень нравится. Вот, по просьбе гостей я могу бронировать рестораны, я могу дать любую информацию по достопримечательностям в нашем районе. Так как я здесь живу уже очень давно, больше 10 лет, поэтому очень хорошо знаю все вокруг, знаю всю транспортную систему, знаю все города вокруг. Поэтому туристам со мной легко и просто. Бордигера, на мой взгляд, это идеальное место для отдыха. Лазурный берег, в моем понимании, это не только французская часть, хотя итальянская часть называется цветочная ривьера, но это, в принципе, то же самое лазурное море. Вот, и если кто-то хочет качественное море, именно море, красивое, лазурное, чистое, то это только бордигера, которое одно из немногих мест на лазурном берегу, имеет голубой флаг. А голубой флаг – это международная оценка качества воды и пляжей. Бордигера держит голубой флаг уже 18 лет. И те, кто знают об этой системе, конечно же, выбирают именно бордигеру для пляжного отдыха. Но бордигера – это не только пляжный отдых. Благодаря уникальному климату в бордигере у нас не бывает очень жарко летом и всегда тепло зимой. Здесь, в нашем районе, огромное количество цветов, кактусов, тропических растений. То, что может расти, когда температура зимой не понижается меньше плюс 10 градусов. И поэтому огромное количество людей, которые знают вот эту особенность климата, приезжают сюда и зимой. Зимой здесь очень хорошо для здоровья, просто бродить вдоль набережной по морю, дышать морским воздухом. Можно ходить в горы, заниматься трекингом. Можно ездить по каким-то музеям, историческим виллам. То есть всего этого очень много в бордигере. Много ресторанов, много, причем ресторанов качественных. Бордигер – это такой курорт, даже, я бы сказала, в кавычках, немного закрытый итальянский курорт, о котором очень мало знают иностранные туристы. И вот, кто еще не знает, всем очень советую попробовать. В бордигере есть несколько мест, которые, на мой взгляд, обязательны к посещению. Особенно для людей, которые интересуются историей, культурой. Одно из них – это вилла архитектора, французского архитектора Шарля Гарнея. Если кто не знает, это человек, который вошел в историю архитектуры и построил самый знаменитый оперный театр в Париже. А я прошу прощения. Вилла архитектора Гарнея находится в Бордигере. Мало кто знает, что Гарнея – знаменитый французский архитектор, который вошел в историю архитектуры, построив несколько самых значимых зданий в Париже. Среди них – оперный театр. В Монте-Карло – это казино, красивейшее здание, которое украшает город и основная достопримечательность Монте-Карло. В Бордигере он прожил больше 20 лет. Построил себе виллу. И эта вилла сейчас доступна для посещения. Там нет какого-то экскурсовода специального, но очень удобно. Хозяева виллы сделали информативные стенды, QR-коды, которые можно отсканировать и прочитать всю историю его жизни в Бордигере. В Бордигере он как раз жил, когда строил казино в Монте-Карло. Другая историческая вилла интересная – это вилла художника, итальянского художника-импрессиониста Помпео Мариани. И интересна она тем, что на территории виллы находится художественная мастерская, ателье художника, которая входит в пятерку самых крупных в мире, когда-либо построенных художниками. Это огромное здание, у которого подсветка со всех сторон, и сохранилось почти две тысячи уникальных предметов, которыми пользовался художник. У меня интересные предложения для русскоязычных гостей. Во-первых, у меня в отеле работает художественная галерея, и каждый месяц я провожу выставки. И я знакома уже с большим количеством художников, многие из которых делают такие приятные подарки, как, например, вот у меня за спиной Муралес – это стрит-арт, который мне подарил французский достаточно знаменитый художник Бенджамин Фабен. Очень красивый сюжет, если кому-то интересно, приезжайте, поразглядывайте это произведение искусства. Я организовываю арт-путешествия для русскоязычных гостей. Эти арт-путешествия я провожу в октябре и в феврале. Поэтому все, кто следит за моей страничкой на фейсбуке, кто со мной знакомся, я об этом уже очень хорошо знаю и рекомендую. Всем очень нравится. Отелем управлять, с одной стороны, кажется сложно, но с другой стороны есть определенные алгоритмы. И если ты им следуешь, то, в общем, это становится таким рутинным процессом, как и обычная любая другая работа. Хочу сказать, что это не самая сложная работа, которая существует на Земле. И очень приятная. Она приятная, потому что ты постоянно с людьми. Я очень люблю своих гостей. У меня гости изо всех стран мира. Я говорю на разных языках, поэтому мне с ними общаться достаточно просто. И я хочу сказать, что большая часть людей на Земле – это очень позитивные люди, которые тебе дают удовлетворение от работы. Потому что это люди благодарные. И если людям ты даешь хорошее качество и хороший сервис, тебе потом говорят спасибо. Ну, я, как и многие, попала на времена сложные, когда у нас во всем мире была эпидемия с ковидом. У меня получилось так, что я была практически единственным отелем, который был открыт во время ковида, потому что люди путешествовали уже не в туристических целях, а путешествовали все равно по работе, по навестить друзей. То есть были разные причины, по которым людям необходимо было переезжать с места на место и, соответственно, пользоваться услугами гостиницы. Поэтому времена ковида, конечно, было тяжеловато, но все равно пережила. И даже закрыла балансы годовые два года положительные на удивление моего бухгалтера. Но после ковида, конечно, шло такое длительное восстановление. И я хочу сказать, что я вижу, немножечко изменилась география. То есть сразу после ковида у меня были практически на 90% только итальянские гости, которые, видимо, еще боялись выезжать куда-то в другие страны мира и ездили только на свои курорты итальянские. А вот уже этот год, он прям кардинально другой, потому что очень много иностранных гостей. И в этом году у меня прям география максимальная со всего мира. То есть даже и Америка, и Южная Америка, и Австралия, и кто только у меня уже не был. И говорю уже о Европе. И в этом году у меня очень много русскоязычных гостей, которые живут уже в Европе. То есть это люди, которые приезжают не из России, а приезжают уже из европейских стран, где они резиденты, и у них уже документы европейские. Ну, в общем, меняется, меняется все. Ну, и, конечно же, есть планы на будущее. Планы на будущее много, планов на будущее много, идеи очень много. И есть два проекта, которые планирую уже реализовать в этом году. В этом году мы открываем в Сан-Ремо новый маленький отель Вилла Мики, который будет называться Вилла Мики Фьори. Фьори – это цветы. И так как мы на цветочной ривьере, так как Сан-Ремо – это город цветов, мы решили дать название новому маленькому отелю Виллу Мики Фьори. Это будет небольшая структура, и хотим попробовать с мужем. У нас интересный такой проект. Полностью автоматический отель. Это отель, в который ты заселяешься, в который ты лечикинишься автоматически, в котором входы. При этом сами комнаты будут очень хорошего качества. И это будут такие современные, комфортные и очень красивые номера. Отель будет в самом центре Сан-Ремо, рядом с пешеходной улицей Вема-Теоти, рядом с кинотеатром знаменитым «Аристон», рядом с портом старым Сан-Ремо. Ну, в общем, прям вот максимально то, то, чего хотелось, вот планируем реализовать. И второй проект, который у нас, я не знаю, успеем мы его в этом году или нет, у нас есть очень красивая земля в Сан-Ремо на склоне. Это склон холма, который смотрит на Сан-Ремо. Земля, у которой очень красивый вид. И мы там планируем сделать такое место для отдыха. Это сад. Это сад в основном с оливковыми деревьями. Там будет сауна, там будет зона отдыха. Вот. И это будет место для пленеров, это будет место для выставок, то есть место для художников, для творческих людей. И просто для людей, которым хочется отдохнуть на природе, но рядом с городом, не уезжая никуда далеко. Хочу всем сказать, что добро пожаловать в отель Вилла Микки в Бордигере. Если кто-то еще у нас не был в гостях, то буду рада видеть в гостях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!